Дорожное происшествие в Бугучано. В Бугучанах маршрутный автобус совершил наезд на ребенка. Мы край мое дело, муниципальный этап краевого конкурса социальных инициатив прошел в нашем районе. Поделились опытом и повысили уровень педагогической деятельности. В Бугучано прошли первые районные педагогические чтения для преподавателей и руководителей детских школ искусств. КВН на Ангаре, первая игра клуба веселых и находчивых этого года, успешно прошла в минувшие выходные. Здравствуйте, в эфире новости Бугучанского телевидения, в студии Александр Можеванов и обо всем более подробно. В Бугучанах произошло дорожное происшествие. Маршрутный автобус совершил наезд на ребенка на улице 8 марта. Семилетний мальчик вышел из автобуса и продолжил следование по пути движения автобуса. На расстоянии 20 метров от остановки он попал под колеса. Ребенок с травмами доставлен в Бугучанскую районную больницу. Органы правопорядка изучают все обстоятельства произошедшего. Доклад об исполнении краевых программ и о работе отдела архитектуры и градостроительства стали основными темами НЭШ-совещаний главпоселений и руководителей предприятий. Подробности далее. Специалист отдела жилищной политики Екатерина Кучковская начала свой доклад со строительства полигона утилизации твердых бытовых отходов. На проект выделено дополнительное финансирование в рамках программы охраны окружающей среды. Имеющаяся у нас проектно-смертная документация в связи с изменением законодательства не позволяет нам приступить к строительству полигона. Выделено в 2018 году на данное мероприятие 12,8 миллиона рублей. Государственные программы рассчитаны на улучшение инфраструктуры и качества жизни населения. Одна из программ касается жилья. В нашем районе реализовывалось две ветки – программа «Север-Юг» и переселение из ветхого и аварийного жилья. Всего по программе получили мы 75,1 миллиона рублей. Из них 37,5 федеральные деньги были, 36,8 миллионов – краевые. Наше софинансирование 0,8 миллиона. Переселили 35 семей, 95 человек. Из них 20 семей с численностью 65 человек в семье и богучаны. И 15 семей с численностью 30 человек в пенчуге. Есть программа капитального ремонта объектов ЖКХ. По этой программе тоже сделано немало. В 2017 году было выделено 8,2 миллиона. Из них израсходовано 3,8 миллиона на капитальный ремонт теплосети в Богучанах. Улица Центральная выполнена 313 метров. И 4 миллиона на капитальный ремонт теплосети в Ангарском, переулок Пролетарский. Отремонтировано 205 метров. Бюджет Богучанского района программный. Такой способ планирования помогает распределять средства справедливо и прозрачно. Далее с докладом выступил главный архитектор Богучанского района Сергей Сорокин. Он рассказал о статистике отдела 2017 года. На 1 января 2018 года находится в стадии строительства 1056 объектов. Из них 952 жилых дома. Строится 42 объекта гражданского назначения. 58 объектов производственного назначения. За 2017 год введено в эксплуатацию 57 объектов жилого назначения общей площадью 4909 метров квадратных. 19 объектов гражданского назначения. У пожарной службы возник вопрос, что при вводе такого большого количества объектов должна быть организована и пожарная безопасность. Берем комплекс на тысячи квадратов, то есть уже должен быть противопожарное водоснабжение, водоем. То есть кто этим будет осуществлять? Застройка идет, расширяется, противопожарного водоснабжения на сегодняшний нет. Глава района отметил, что замечание справедливое и решать вопрос надо совместно. Это нужно заниматься, нужно заниматься системно. Значит, просчитать, сколько нужно пожарных водоемов, сколько это стоит и так далее, и так далее. И, соответственно, цифры предоставить и попросить и в законодательное собрание, и в исполнительную власть. Александр Мажеванов, Николай Абрюханов, телекомпания «Спектр», «Бугучаны». В «Бугучанах» очередная голодовка. Жительница Красноярска Лариса Марк в очередной раз объявила акцию протеста. Как обычно, четких требований нет, хотя их пытались выяснить как местные власти, так и наши телекомпания. Подробности в сюжете. Подошли к пикетирующей Марк Ларисе Владимировне с просьбой разъяснить нам о своих требованиях. Потому что мы бы хотели там в чем-то ей помочь, узнать о ее требованиях. Как видите, она отказалась с нами разговаривать. Депутат «Бугучанского районного совета» Татьяна Поспелова на все свои просьбы получила один ответ. Сейчас вызову полицию. А в полиции с гражданкой Ларисой Марк уже давно знакомы. Другой депутат Райсовета Анатолий Руденко вспоминает, что началось это с одной нашумевшей истории. Оно началось после запрещения ввода в строй гостиницы «Эдем». А вот госпожа Марк, она является родственницей, хозяйкой «Эдем», «Буделина». И гостиница была построена без разрешительных документов, и администрация запретила ввод в стройку. И отсюда началась эпопея противопостояния, голодовок, лозунгов «Долой!» Главу, «Долой!» депутатов, «Геть всех!» как на Майдане. Судя по плакатам, против ВУЗа, против президента, она вообще против всех. И поэтому... Я говорю, «Геть все!» И такие вот запастовки или там голодовки против всей власти, это более чем странно. Человек непонятно, что добивается. Совершенно непонятно. С той поры, по сути, ничего не изменилось. От пикета к пикету одни и те же слова меняются порядком, но смысл их остается загадочным. Зато легко можно заметить, что все эти акции чаще всего проводятся накануне выборов. Возникает подозрение, что все это спланированная акция, чтобы создать негативный фон в Багучанском районе. Утром прихожу, я же понимаю, что это тоже было перед выборами. Прихожу на администрацию на ватманном листе, фломастером, там куча гадостей в мой адрес было написано. Ну, знаете, ну, это уже неадекват у человека, наверное, как воришки ночью наклеить. Тем временем, прибывший на место голодовки полицейский тоже не смог добиться внятного ответа. Что? Можно? Да, я сейчас с вами подошел. Да, вот подошли эти граждане, жители Багучанского района, и вот постелла, Заканелова, решила содрать эти все плакаты. Сказала, я сейчас их сорву. Конечно, срывать плакаты голодующей никто не собирался. Депутаты и главы поселков и так выступили в поддержку районной власти, обратившись к исполняющему обязанности губернатора и к президенту России. Уже который год в Багучанах появляется госпожа Марк, якобы с голодовкой. И является она всегда, вот всегда является перед выборами. Какие бы выборы ни были, она тут, как тут. И совсем непонятно, вот мне, допустим, непонятно, почему житель Красноярского края, города Красноярска, приезжает к нам, Багучаны, и начинает голодовать. Представляете, если бы жители Багучан взяли, поехали в городе бастовать, вот так-то, это же тоже несправедливо. И поэтому я считаю, что, ну, как-то надо решать этот вопрос, это уже недозволительно в Багучанах и голодовка. Ладно бы голодовали бы Багучанские жители, я не считаю, что в Багучанском районе очень тяжелая ситуация. Да, есть проблемы, в каждом районе есть проблемы, большие, маленькие, так же, как и в Красноярске есть проблемы. Поэтому они решаются, я не считаю, что наш Багучанский район стоит в последних рядах. Багучанский район жил и будет жить. Дети ходят в ясли, в школу, больницы работают, все работает, поэтому я считаю, что к нам не место Ларисе Марк в нашем районе. Пока голодовка продолжается, в это время на память приходит шуточная новосибирская демонстрация с их бессмысленными лозунгами вроде «Россия без Агутина» и «Всю власть воображению». Бессмысленность этих акций одинаковая, но различает их то, что в Новосибирске-то делают ради смеха, а в Багучанах смеяться уже устали. Александр Мажеванов, Александр Черкашин, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр» Багучаны. Краевой конкурс социальных инициатив «Мой край, мое дело» объединяет активных, целеустремленных и ответственных школьников Красноярского края в области создания социальных медиа и бизнес-проектов ежегодно. Основной целью конкурса является привлечение внимания школьников к социальным проблемам. Муниципальный этап для участников Багучанского района прошел в Центре дополнительного образования. О ребятах, которые представляет наш район на краевом уровне, расскажет Евгения Логинова. Вы уже сегодня знаете, какие есть проблемы, но мало знать, важно предлагать их решение. Вы это сегодня уже будете делать. Вы огромные молодцы, поэтому мы вами гордимся. Огромное спасибо вашим наставникам, которые эту инициативу у вас поддерживают, но также и экспертам, которые тоже вам сегодня будут только в помощи. И вот такой хорошей, дружной командой мы сегодня все будем участвовать в этом конкурсе. Ребята со всего района защищали свои социальные проекты, представляли медиа-проекты и на деле доказывали, что они действительно обладают лидерскими качествами. Социальные проекты, медиа-проекты, лидер детского общественного объединения, школьный бизнес-стартап и «Мое дело» – номинации, в которых сегодня были определены победители конкурса. Каждый из вас является человеком, который ведет за собой, который не боится никаких препятствий, который свободен в своем выборе. А вы выбрали активную жизненную позицию, вы выбрали успех в добрых делах и вы выбрали развитие для своего будущего и для будущего нашего района и нашего края. Приятно осознавать, что на территории района много интересных добрых дел организуют и проводят школьники различных детских объединений. Их лидеры также во время своих выступлений при помощи плакатов, презентаций и даже видеороликов не оставили в зале равнодушных слушателей к той или иной проблеме. Субтитры создавал DimaTorzok В номинации «Мое дело» представлено всего четыре работы. Авторы проекта «Хочу поздравить! Верь в мечту» поставили перед собой цель организовать сбор подарков для поздравлений детей из малообеспеченных семей. А таковых на территории Богучанского района более 500 человек. Результаты нашей акции такие. Мы подготовили видеоролик, разработали положение по акции, организовали пиар-компанию и собрали 200 подарков. Результаты акции превысили наши ожидания. Алена и Олеся – неравнодушные творческие инициативные девочки, поэтому неудивительно, что они стали победителями среди проектов номинации «Мое дело». Приятно знать, что каким-то детям доставили радость подарками. В дальнейшем планируете как-то еще помогать? Наверное, уже не мы, потому что мы выпускницы. Надеемся, что кто-то продолжит эту работу. У нас будут последователи. Ежегодный конкурс социальных инициатив «Мой край – мое дело» призван выявить и поддержать успешные социальные практики школьников. Каждый год ребята презентуют свои наработки, подтверждают то, что их идеи значимы, результативны и важны для нашего района. И каждый год им есть о чем рассказать друг другу и представителям экспертной комиссии. Евгения Логинова, Николай Брюханов, телекомпания «Спектр» Богучаны. 27 февраля в Богучанах прошли районные педагогические чтения для преподавателей и руководителей детских школ искусств. Это мероприятие было проведено в Богучанской детской школе искусств впервые и привлекло большое количество участников и слушателей. Подробности у Людмилы Кочневой. На базе Богучанской детской школы искусств прошло масштабное мероприятие – районные педагогические чтения преподавателей школ искусств. Приглашенные специалисты работали в трех методических секциях, обменивались опытом и повышали уровень педагогической деятельности. Наши участники – это преподаватели всех шести школ искусств района. День будет, надеемся, очень плодотворный, потому что заявлено 24 выступающих. Это будут, внимание, будут представлены методические разработки, открытые уроки, мастер-классы по всем направлениям и по изобразительному искусству, по хореографическому и музыкальному искусству. Ежегодно в городе Каннске проходят зональные педагогические чтения, но туда могут попасть не все преподаватели школ искусств нашего района. Поэтому в Богучанах были организованы районные педагогические чтения. Программа очень насыщена. Это различные методические сообщения и мастер-классы, практические занятия и открытые уроки. Конечно же, это обмен опытом, посмотреть какие-то новые идеи, инновационные идеи, которые применяют в последнее время, ну и общение. День прошел в интенсивной плодотворной работе и оставил яркое впечатление у всех участников педагогических чтений. Они получили новые знания и готовы их применять в своей творческой работе. Людмила Кочнева, Николай Брюханов, телекомпания «Спектр», Богучаны. 24 февраля в уютном зале районного дома культуры «Янтарь» вновь звучал громкий смех и восторженные аплодисменты. Первая встреча клуба веселых и наохотчивых в этом году не оставила равнодушных ни среди зрителей, ни среди жюри. Ведь каждая из восьми команд района интересна по-своему. Ярким дебютом отметилась команда первой школы «Солянка». О самых веселых и наохотчивых командах нашего района следующий сюжет. А теперь встречайте Наталья! Недавно у нас прошел конкурс красоты, и это его единственная участница, и у нее второе место. Какая офигенная ковровая дорожка! Заводные веселые ребята со всего района собрались на сцене большого зала, чтобы показать себя во всей красе и представить в приветствии и музыкальном конкурсе. И пусть зрительный зал сегодня не полон, но те, кто следит за ростом веселых и наохотчивых, отметили, что соревновательный дух и подготовка участников с каждым разом восходит на новый уровень. Игорь Андреевич, помните, вы к нам в Чунояр приезжали? Там один маленький рыженький мальчик вам цветы подает. Можете мне в вазу вернуть, а то мама ругается? Помимо главного критерия, юмора, и жюри, и зрителям необходимо узреть авторство сценариев и режиссуру. Кроме того, необходимо оценить артистизм, музыкальность участников и, конечно же, выдержанность темы конкурса. На собрании у главы поселка. Так, друзья, я собрал вас по очень важному вопросу. Так вы просто мимо проходили, ну, так, не важно. Ну и зачем мы тогда собрались? Опять деньги на юбилей скидывать? Да нет, нет. Вот скажи мне, чего у нас в амазе не хватает? У нас перебои с электричеством, у нас отопления нет, образования никакого, дорог нет, гимна нет. Вот, гимна! Нам срочно нужен гимн! На этапе подготовки к сегодняшней игре ребята проявляли недюжую инициативность. Все это время они дистанционно задавали вопросы редактору, советовались и отправляли видео своих выступлений. Ведь КВН – это та игра, в которой необходимо проявлять активность. Иначе у команды не будет ни роста, творческого потенциала, ни успеха. Всегда рост виден, наверное, даже не зрителю, а сначала редактору виден рост, потому что немножко меняется формат выступлений, немножко, так сказать, команда привыкает к нынешнему КВНу, начинают уже играть в современный КВН. Я уверен, что с каждой игрой будет и юмор расти, и качество юмора. Оценки жюри распределились следующим образом. Сразу две команды четвертьфинала набрали одинаковое количество баллов. Первое место разделили команды Манзязяки и завтра вечером из поселка Чунояр. Они сразу стали лидерами игры, покарив зал своей артистичностью и искрометным юмором. Второе место члены жюри присвоили команде депутантов Солянка, села Бабучаны. Чай, Синова, мы с ребят темпоритм подняли классно. Вообще, то есть начали раз, 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 вот так вот и нужно. В принципе, я не буду про Аксакалов говорить, да, потому что они все там знают себя, то есть тут умираем, лежим, смеемся. И очень обрадовали меня мое родное село Бабучаны. Ребята, ну это первая игра и первый такой выстрел. Я не особо волновался. А участники твои товарищи? Ну, и маленько волновались. Как так вот решили объединиться, шутки начать? Ну, нам Виталий Владимирович, наш наставник, предложил собрать команду. На третьей строчке команда Соль, поселок Манзе. Первая игра клуба веселых и находчивых в этом году дала положительный заряд бодрости до следующей полуфинальной встречи игроков. Евгения Лугинова, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр Бабучаны». В преддверии Дня защитника Отечества представители районной и сельской администрации навестили ветеранов Великой Отечественной войны. От имени главы района вручили им цветы и подарки, поздравили с предстоящим праздником, пожелали здоровья и долголетия. Ветераны всегда встречают гостей с радушием и улыбками, благодаря за оказанное внимание и рассказывают о том, какой высокой ценой им досталась победа в Великой Отечественной войне. Праздник День защитника Отечества зародился еще в СССР и ежегодно отмечался как всенародный праздник День Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада СССР праздник приобрел современное название, а с 2002 года День защитника Отечества получил статус официального выходного дня и стал праздником всех тех, кто защищал, защищает или будет защищать страну. 23 февраля в районном Доме культуры «Янтарь» прошел большой праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Подробности у Людмилы Кочневой. И когда мы майским днем на пора смотреть пойдем, подвиги все вспомним, эти лучшие армии на свете. Праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества начался с видеоролика о героях нашего времени, людях, которые погибли, исполняя свой воинский долг. 11 апреля 2016 года посмертно было присвоено звание Героя России старшему лейтенанту Александру Прохоренко. За мужество и героизм проявлены при исполнении воинского долга. Военнослужащий погиб во время наведения авиаударов по террористам близ сирийской Пальмиры. Всех героев нашей страны богучанцы почтили минутой молчания, тем самым отдавая дань уважения всем, кто не пожалел своей жизни за Отечество. В честь всех мужчин, настоящих защитников Родины, звучали со сцены нескончаемые слова поздравлений и выступали лучшие артисты нашего села. Я не могу без тебя жить, не в дожди, без тебя сушь, не в жару, без тебя стыд, не без тебя и пока. 23 февраля в силу сложившихся традиций стал государственным всенародным праздником, посвященным всем поколениям защитников Отечества. Это праздник доблести, чести и любви к своей Родине. Всех мужчин, служивших, собирающихся служить, и всех, которые отслужили давным-давно уже, наши дедушки, мы поздравляем их всех с праздником Победы. Защитников, кто любит всех защищать и помогать всем. А в твоей семье есть настоящие защитники? Да, брат мой, он за меня заступается, когда меня кто-нибудь обижает. Замечательно. Поздравь, пожалуйста, всех с праздником. Поздравляю вас с праздником. Что пожелаешь? Всем любви, счастья и здоровья. И пока в нашей стране есть настоящие защитники Родины, мы можем жить спокойно. Людмила Кочнева, Николай Брюханов, телекомпания «Спектр» Бугучаны. В честь Дня защитника Отечества в Бугучанах прошли различные спортивные мероприятия. Соревнования по хоккею с шайбой, по футболу и волейболу собрали немало участников. Сильные спортивные мужчины посоревновались в уровне мастерства и получили заслуженные награды. Подробности в сюжете. Хоккей играют настоящие мужчины. Утром 23 февраля ожесточенные баталии развернулись на ледовой площадке стадиона «Ангара». Три команды из Бугучан, Таежного и Чунаяр встретились на соревнованиях по хоккею с шайбой. С каким настроением сегодня в День защитника Отечества выйдете на лед? С бодрым. Я только с поезда, я не отсюда, я с Томска. О, здорово! Приехал поболеть и поиграть за ребят, за Бугучанов. Как вам в Бугучанах? Как погода? Во! Не холодно? Нормально, тепло. Что пожелаете всем в День защитника Отечества? Всем хорошего настроения и побед. Ну, чтобы все были здоровы, счастливы, у всех все получалось, любви там, добра, не знаю. Ну и, конечно, Таежному выиграть. В упорной борьбе победу одержала команда из поселка Таежный. Второй стала команда из села Чунаяр. И третье место заняли хоккеисты из Бугучан. Любители футбола встретились в День защитника Отечества на спортивной площадке районного Дома культуры. Пять Бугучанских команд. Сборная Бугучанской школы номер один, сборная Бугучанской школы номер три, молодежь Бугучаны, сборная команда полиции и спасателей Гарнизон и сборная Бугучан. Все они боролись за кубок победителей. Настроение вообще отлично, сегодня же праздник наш получается, даже если я не сужу, все равно праздник. Поэтому настроение отлично, игры отличные, все отлично, мне прям все нравится. Победителем в футбольном турнире стала сборная команда Бугучанской школы номер один. Второе место заняла команда Гарнизон и третье место завоевала команда молодежи Бугучан. 24 февраля за кубок в честь Дня защитника Отечества боролись волейболисты. Игры получились напряженными, но очень интересными. Победу одержала команда Бугучаны, второе место заняла команда алюминиевого завода и третьими стали ветераны. В очередной раз мужчины показали свое мастерство и волю к победе. Людмила Кочнева, Николай Брюханов, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр» Бугучаны. И это были все новости на сегодня. Все наши выпуски смотрите на сайте tv-спектр10.ru, а также в наших группах ВКонтакте, в Одноклассниках и в мессенджере Viber. Я с вами прощаюсь, всего доброго и до встречи. Магазин «Технокрод» предлагает огромный ассортимент подарков на 23 февраля и 8 марта. Подарки, акции, спешите. Телефон 8-983-2-995-995. База «Виктория», улица Герцена, 13. Компания «Рулевой» предлагает услуги комфортабельных микроавтобусов на рейсы из Бугучан и из Красноярска. Ежедневно в 10 часов, в 14 часов и в 18.30. Я постоянно езжу на автобусах компании «Рулевой», очень доволен. Компании «Рулевой» только опытные водители. Страхование жизни каждого пассажира. Для наших пассажиров мы постоянно проводим подарочные акции, а для именинников действуют скидки в течение всего месяца на рейсы из Красноярска. Рулевой. Компания, которой доверяют. Раздражает долгое ожидание в очередях? Получите государственную услугу, не выходя из дома. Типа менять водительское удостоверение и зарегистрировать автомобиль. Это можно сделать в режиме онлайн, прямо сейчас. Достаточно зарегистрироваться на сайте госуслуги.ру с любого устройства, подключенного к сети интернет. И вы получите нужную вам услугу намного быстрее, чем раньше. Скачайте приложение госуслуги в App Store и Google Play. И отправьте заявку на получение госуслуги, где бы вы ни находились. Цените свое время вместе с порталом госуслуги.ру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok